Приветствую вас, значит я сейчас прочитаю ваш вопрос и после этого мы с вами будем его разбирать. Здравствуйте, ситуация очень не из приятных, помогите разобраться. Есть я и моя сестра, наша бабушка родная умерла после ее смерти, нам как могла помогала ее родная сестра, мы в свою очередь тоже сюда старались помочь. Кто с окоролем помогали, кто в доме убирали, в общем как говорится, что могли, за ее помощь безумно ей благодарны и все помним хорошее сделанное для нас. Ну, здесь я бы наверное уже выделил некий такой перекос в сторону благодарности, то есть, понимаете, помогать вам это выбор сестры и бабушки. И излишняя благодарность, она если человеком чувствуется как таковая, она в общем-то порождает только лишь определенные ожидания, что вот я человеку благодарен, значит он мне что-то там должен еще сделать. И тут вот странно какой-то такой перекос в сторону благодарности, чувствуется набрано то, что, в общем-то, это хорошо, что вы благобарны, но здесь мне кажется просто перекос в большую сторону благобарности. Суть проблемы вот в чем, при жизни бабушки, я помню, что на фоне наследства они с бабушкой не общались очень долго. Все суть я не знаю, но знаю, что при продаже дома эта сестра большую часть денег забрала себе, так же был пай, который она так же оформила на себя. Когда бабушка моя была жива, она просила продать пай ее часть, на что сестра ее просила не делать этого и сказала, что когда твои внучки будут выходить замуж, я продам свою часть и отдам им деньги. Так, ну, здесь вы больше, наверное, какую-то юридическую историю запрагиваете, в общем-то, это не очень хорошая история для психологов, вот. То есть, это такая, знаете, информация, я бы сказал, несколько лишняя, кто что сказал, да, и кто что обещал. Ну, тем более, это происходит не с вами. Честь лет назад, это было около ста тысяч после смерти бабушки, история запаяла и замолчала. Ну, если честно, нас так это не беспокоит. Кого нас? Вот, кого нас? Вы же, Ирина, не одна, вы же с сестрой. Кого нас? Нет, бабушки, осталась квартира. И вот, после смерти бабушки, я решила ее продать, продала. И тут, может, я не так понимаю, но жилить постоянные жалобы от бабушкиной сестры, что у нее совсем нет денег. Я, честно, денег решил отдать своей матери, она у меня неблагополучная, но все же я решила сделать особо в совести. Понимаете, если ваша мама неблагополучна, деньги ей не помогут. Скорее, скорее всего. Там проблема заключается немножко в другом, в том, как человек оказался в неблагополучии. Так вот, эта бабушка, когда узнала, сказала, вроде как, я вашу бабушку хоронила, значит, мне тоже часть положена. Нет, нет, не совсем. Тут больше юридическая, опять же, история. Вроде как, в чутку, но я слышал я это постоянно. Потом я решила, что буду ставить своему деду памятник. Слушайте, он прям, как-то, к родственникам такое отношение акцентированное. То есть вы, как будто, слишком привязаны к ним. Так вот, она сказала, что она тоже хочет поменять свои памятники, но опять я постоянно выслушиваю, что денег у нее нет, и, наверное, кредит брать придется. Потом были жены, что ей нужно менять стену дома, и опять денег нет. Я молча слушала, но помочь с такими суммами я не могла, потому что какую-то сумму с квартиры я дала матери, и с утра я закрыла ипотеку. К слову, у этой бабушки есть в руки, она хорошо получает, а внуки, наверное, вы имеете в виду, они хорошо получают. Вот когда я приезжаю к ней в гости, порога звучит, что денег у нее совсем нет, что приезжали ее внуки, она дала денег, залезла в долги и т.д. Я так думаю, она жалуется только мне, и сестре, хотя мы никогда у нее копейки не попросили. Но человек считает, что вы ей должны, то есть вот опять же, да, в том числе она считает, что вы ей должны потому, что благодарны ей. То есть благодарность порождает ощущение, что ей должны. И вот на днях очень произошла неприятная ситуация. Разговаривал я по телефону с сестрой, и вот по волю суббеком, что образом подключила к нам в разговоров с самой бабушкой. Как это произошло, я не понимаю, ты спорил насчет этого, переживая на слезы. Заговоры бы в строе, именно они, редко мы с ней говорим, но так выяснилось. Сотра, сила, когда ты туда поедешь, я сказал, что в пятницу, мне кажется, что доехать, у нас опять будет жаловаться цене денег и намеки, чтобы я поставил памятник. Ещёненько мы, конечно, вспоминали за пай, который нам так и не отдали. Я сказал, что прийти к бабушке, нам хоть какая-то часть давалась, а теперь она отдает только своим внукам. Собственно, это и будет, я подскажу, о которой она слышала. Естественно, когда мы заметили, что с нами в конференциях сошло 7 поднов невроза, с пору меня очень переживают. Слушайте, ну, во-первых, здесь вы используете слово невроз, очень, на мой взгляд, необдуманное слово. По крайней мере, оно не характеризует то, что происходит с вами. Это первое. Второе. Понимаете, вы не привыкли быть искренними в этом проблеме. Но чувствуется, что вы достаточно искренний всё же человек. И то, что произошло, произошло не случайно. Возможно, вы хотели сбросить с себя весь этот груз и сбросили его. Понятно, что будь вы несколько лучше в ладах с собой и своими чувствами, ситуация бы немножечко изменилась. Она могла бы стать другой, она могла бы по-другому решиться. Но, с учётом ваших способностей, с учётом вашего принятия своих чувств, с учётом совести, которая больше, мне кажется, похожа на чувства в имени, периодически, если не сказать часто, вряд ли вы могли поступить по-другому. Поэтому, вот, насчёт невроза, у меня просто данный вопрос, знаете ли вы ещё такой невроз. Дальше. Значит, так. Я ей позвонил, я пыталась сказать, что она поняла. Не так, что весь диалог она не слышала, но, конечно, там было предельно ясно. И так, она плакала, у меня сердце замирало, что мы обидели так её. Вот, вы считаете, что вы её обидели. То есть, она плакала, эта манипуляция, вы, и плача, она вызывала у вас чувство вины. Здесь, к сожалению, созависимость. Проявление созависимости, созависимых отношений. Вот, как раз то, о чём я говорил, когда сказал, что вы, вот, как-то, чересчур зависимы от родных людей. Прямо, я так не могла сказать, что я устала, слушая, что у меня денег и намекает, что внуки должны помогать, потому что мне помогать нечего. Ну, вот, вы не могли прямо сказать, у меня к вам вопрос, почему. Да, то есть, почему вы предпочитаете обманывать человека, которому благодарны, вместо того, чтобы сказать ему право. Дальше. Дальше. Так. Потому что не поглядишь, она стояла в своём, что от нас такого не ожидала, что всегда она помогала, мы с ней так. Ну, это классическая манипуляция, здесь классическая манипуляция обиды. В общем, ситуация для меня ужасная, но она уже произошла, как быть, я не знаю, как быть, чтобы что. Я потом позвонил и извинилась за всё, за что вы извинились, когда вы сказали, что это неправда. Сказал, что она всё поняла не так, что, ну, естественно, она просто и бесследует конфликт невероятного. А что она я поняла не так, что она всё поняла, всё поняла так. Почему вы не признаете правоту и не пойдёте дальше? Значит, а вот, с чего вы стыдитесь, с чего вы стыдитесь, вот стыд, для чего я здесь чувствую, это стыд. Эта бабочка подключила своего родного внука, он у неё с 7 класс, и он начал мне писать, что мы не благодарны, что мы такая бабочка. Я позвонил его матери, спросил, зачем она лерит в разводной разборке, на что она потом сказала, что эта бабочка стала писать, я говорю, ты же меня любишь, а меня обидели. Как мы выйдем в этой ситуации? Работать из-за стыда, учиться принимать свои чувства, работать с самооценкой и за зависимостью, которая у вас, к сожалению, присутствует. Я себя не обрадовал, мы очень плохо поступили, нет, вы поступили адекватно, вы поступили искренне, просто немножечко неверно выразили свои чувства, свои чувства. Кто мы, опять же? Я себя винил теперь во всём, как вымолить прощение или отступить ситуацию. Вымолить прощение, это как? Зачем вам вымолить прощение? Отпустить ситуацию, Ирина, это как? Как это, отпустить ситуацию, это как? Знаете? То есть у вас, у вас есть проблема привязанности и обвинения. Вот. То есть вот, вот, ощущение, что вы должны. Это связано с отсутствием личной границей, личной границей, вот. Поэтому, либо нужно в этом направлении поработать, а дальше уже будет всё более-менее понятно. То есть вы сами, сами решите, когда научитесь управлять своими чувствами, когда научитесь принимать себя, вот, вы сами сможете решить, что делать дальше, вот. А ситуацию просто так, не отпустите. У меня такое ощущение, да, что вы, что вот для вас здесь не столь важна бабочка и сама ситуация с бабочкой, сколь важна, сколь важно не чувствовать вину. Ну, я вас, в принципе, понимаю, я понимаю вас достаточно хорошо здесь, но чувство вины не зависит от обращения или опущения ситуации. С другой стороны, чувство вины, это, с одной стороны, занятие самостынка, с другой стороны, чувство долга. С третьей стороны, это стыд, то есть непринятие того, чтобы чувствовать непринятие себя. И с четвёртой стороны, это некритическое отношение к тому, что вам поступает извне. То есть вот, грубо говоря, позиция бабочки, да, вот позиция бабочки, давайте отнесём теснее с критикой. Вот, что можно было бы в её позиции критиковать, что можно было бы в её позиции подвергнуть сомнению. Вот. То есть необходимо вырабатывать определённое критическое мышление к тому, что происходит. С одной стороны, прислушиваться к себе и принимать себя, и отделять себя от других людей, не используя мы. То есть это вопрос личной ответственности. А с другой стороны, это вот критическое мышление по отношению к своим позициям и по отношению к позициям других людей. Вот. Потому что... У вас получается такой... Нам нужен игрок. Вы не принимаете себя, вы... Из-за этого стараетесь в других людях. Другие люди чувствуют, что вы им должны. А этим пользуются, вам это не нравится, вы делаете это через силу. И в итоге всё приходит к обвинению и к разрыву отношений. Ирина. Вот так. Я думаю, можно ответить вам. На этом всё. Надеюсь, что помог, если понравился мой ответ. Буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.